Сейчас в зарубежных странах, наверное, более 15 тысяч школ, где изучаются русский язык с той или иной глубиной и с той или иной направленностью. Колоссальное количество школ из этих 15 тысяч – это школы, которые функционируют в рамках дополнительного образования. Это или воскресные школы, или школы, где преподавание ведётся во второй половине дня. Вот там детишки наших соотечественников и изучают русский язык. И сразу же возникает вопрос, ну а что же его изучать, если в семье они действительно с молодых ногтей, с молоком матери впитали этот язык? Очень даже надо изучать. Я очень коротко вам опишу траекторию языкового развития вот этого среднего нашего ребёнка-соотечественника. Дело в том, что действительно начинается всё очень хорошо. В семье говорят по-русски, он, так сказать, в прагматических бытовых ситуациях прекрасно себя чувствует комфортно, он слышит всё время речь родителей, и всё идёт хорошо. Но, как мы знаем, в Европе достаточно рано начинается социализация детей. Детский сад 3-4 года, да, в общем-то, школа уже с 5 лет. И вот здесь начинается нехорошее явление с нашим родным языком русским. Мощнейший стимул для развития языка страны пребывания даёт школа обучения, ибо он учится на языке той страны, в которой живёт. А это сразу же и лексический корпус, синтаксические конструкции. Русский язык уступает место языку страны пребывания. И наступает страшное дело – консервация детской речи. Он продолжает говорить на том языке, на котором с ним говорили в семье. Как часто мы у старых мигрантов слышим «у меня ножка бобо». Смешно, конечно, но это именно так. Он помнит тот язык, на котором с ним говорила мама. А вот наши ручки, а какие у нас глазки – это всё чудесно. Но социализация – дело серьёзное. И русский язык уступает место. Я уже не говорю о агрессивной, интерферирующей роли языка страны пребывания. То, что эти дети должны говорить на национальном языке, там, где они живут, безусловно, на той стране, где они живут, безусловно, это даже не обсуждается. Но очень хочется сохранить их, собственно, национально-языковую идентичность. И вот этим и занимаются в школах, которые называются образовательными центрами. Это их благородная миссия, это их задача. А наша задача – помочь им в этом. То есть поддержать их методические, лингводидактические точки зрения. И этим мы активно занимаемся. И теперь мы переходим к тестированию. Вот одним из таких инструментов поддержки, регулирования, стимулирования деятельности по обучению наших детей русскому языку за рубежом является новое сертификационное тестирование по русскому языку для детей-билингвов. Опять же, маленький реверанс. Билингвизм сегодня трактуется не так, как он трактовался раньше. Это достаточно многокомпонентное, гибкое определение. И сегодня не требуется одинаково свободное владение двумя языками, чтобы назвать индивида билингвовым. Поэтому сейчас как раз идёт речь о том, что мы тестируем детей-билингвов на уровень владения русским языком. И так и сказала, что это эффективное средство регулирования и стимулирования деятельности образовательной по обучению детей-билингвов. Каковы самые главные задачи этого тестирования? Прежде всего, это дать объективную оценку знаниям учащихся на основе единых измерительных материалов. То есть, таким образом, действительно, мы добиваемся объективности. Дети живут в разных странах. В Швейцарии разные кантоны, в Германии разные земли. Они посещают разные школы с разными педагогическими коллективами. Но что же на выходе? А на выходе единые измерительные материалы. И, в общем, в связи с этим объективная оценка. Далее, это позволит регламентировать учебную деятельность русских образовательных центров и, собственно, запустить механизм их интеграции в общеобразовательный европейский процесс.